Уважаемые участники Зимней школы Знаете, я сегодня хочу изменить свои традиции Моя традиция говорить гадости в лицо А я скажу сейчас в спину Так как того человека, о ком я хочу рассказать Здесь нет Кейс, история следующая Однажды один человек готовил лекцию по музыке И этот человек представлял себе молодежь И, соответственно, подбирал музыку, например, с «Игры престолов» В саундтреке Он собирал похожую музыку, пришел на лекцию А там старушечки сидят Которые эти саундтреки, к сожалению, не знают Вывод следующий Человек не идентифицировал слушателя Адресата речи Я занимаюсь риторикой И довольно часто я вижу эту проблему Когда человек не идентифицирует того, кому он говорит Если он не идентифицирует... Ну, какие там последствия негативные Если человек не идентифицирует, кому он говорит Он не может найти по-нашему по-гречески топос То есть общую поляну с этим человеком И, значит, все, что он говорит, будет в пустоту Большая часть речи просто не будет улавливаться адресатом И потому я вижу большую пользу в том, чтобы научиться идентифицировать того, кому вы говорите В принципе, даже мышление, если понимать мышление интервьюризированную речь, внутреннюю речь То даже себя нужно правильно идентифицировать, когда вы обращаетесь к себе Ну, мы сейчас будем говорить о внешнем адресате Я решил сделать такой перевертыш Я дам сейчас вам текст Это священный текст, это ритуальный текст Это текст... Опять же, по этой... Ну, я хотел взять молитву, но молитва уже понятно, кому Как бы, ну, что там искать А я взял один текст По которому необходимо определить вам будет Кто адресат этого... Этой речи Этой письменной речи Этот текст я переложил вам на музыку Попросил одного человека ее спеть И сейчас мой коллега Тоже будущий юрист, как и я Да, он тоже... Он собирается быть юристом А вы собираетесь тоже? Да, да, я же учусь В магистратуре Ну, я учу и учусь Но это мне как-то одновременно получается Ну, Андрей Ивановича не даст соврать Я его учил Ну, принимал ГОСы, по крайней мере Итак, пожалуйста, я прошу Послушать эту музыку Одному оставить у себя Значит, отк… Я тебя бросаю Яешу Ого я�� Адресат Спасибо, этого достаточно пока. Давайте я на всякий случай озвучу сам этот текст. И затем, если какие-то слова вам будут непонятные, я могу их перевести, потому что мы будем работать дальше с этим текстом. Щенев мерла Украина, ни слова, ни воля. Щенам, братья, украинцы, усмыхнеться доля. Сгинуть наши, вороженьки, як роса на солнце. Запаную мы, братя, у своей сторонцы. Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, що ми, братья, казацького роду. Итак, пожалуйста, есть ли вопросы по пониманию, первичному пониманию этого текста, какие-то слова? За паной, ну, пан, то есть благополучно, ну, как мы будем хозяевами сами себе. То есть сами себе пани. Па-паны, паны, да. А что такое невмерла? Где это? Первая сказка. Невмерла не умерла. Ще. Еще. Ше. Считается, как ше. Ше невмерла Украина. Да, Катя. Как? Вороженьки. Вороженьки это враги. О, так мило. Итак, есть ли еще вопросы по этому тексту? И теперь я прошу вас письменно или напечатать ответ на следующий мой вопрос. Он касается к последней строчке. И покажем, що ми, братья, казацького роду. Кому покажем? Кому покажем? Необходимо написать, кому мы это покажем. Я прошу поднять руку того, кто не понимает этого, моего задания. Одну минуту. Я прошу написать, кому покажем, а в голове иметь в виду аргументацию. Еще вопрос. Ще ми. Где? Ще мы. Ще мы. Это не ми, а ще мы. Это и. Ще мы, братья. Ще мы. Ще мы. Игорь Ильич, а сколько у нас времени? Скажете? У нас 50 минут. У нас 40 минут. 40 минут Итак, время истекло Я прошу поднять руку того, кто не смог выполнить мое задание Хорошо Итак, задача такая Сейчас по кругу каждый озвучит свой вариант И тот вариант, который наберет большее количество голосов Мы с тем и будем работать Пожалуйста Я прошу так, чтобы Юрий Юрьевич слышал Покажем, кому чужакам Чужакам? Адреса Замговорящий и группа лиц, которых говорящий считает братьями Значит, два субъекта Еще раз, кто первый? Говорящий и группа лиц, которых говорящий считает братьями Говорящие и братья Андрей Иванович? Украинцем Украинцем Себе Себе? Себе Себе Нет, Ирин Что? Ну вы выполнили задание, Ирин? Вообще не выполнили? Написали что-нибудь? А? А сейчас да Передайте, пожалуйста Нет, сейчас напишите, потом продолжим Что? Трудность какая-то? Ирин, вы понимаете вопрос, задание? Ирин, вы понимаете задание? А в чем, какое было задание? Кому покажем? Есть гипотеза? Я прошу это записать Пожалуйста, Сергей Себе Суби Тем, кто нас не признает Тем, кто нас не признает Катерина Не таким, как мы Не таким, как мы Самим себе Украинскому народу Украинцам Друг другу Друг другу Ну, выиграла Суби Поднимите, пожалуйста, руку Кто выбрал У кого вариант Себе Или похожий Там составляющая часть Ну, кто Вы Кто написал вариант Себе Или Или аналогично Спасибо Поднимите, пожалуйста, руку Кто не понимает Этот концепт Себе Как тот Кому мы покажем Кто не понимает Пожалуйста, Илья Спросите любого Что всех указывает на то Что они хотят Показать Себе Итак, Илья Запрашивает Аргументы Из текста Пожалуйста Кто может Ответь на этот вопрос Илья Выберите Пожалуйста Пожалуйста П Twelve Пожалуйста 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 Вот Пожалуйста Илья, вам понятно эта идея? Илья, вы понимаете этот аргумент? Почему себе? Ну какой-никакой, но аргумент? Ну все, пока достаточно. Сергей, что случилось? Кого? Зачем? Поднимите пожалуйста руку, кто считает, что СОБИ это не очень хорошая идея и что-то в ней не так. Пожалуйста, поднимите руку, я прошу вас там выбрать, поднимите руку, кто был за СОБИ. Выберите оппонента себе. Анелли. Анелли, пожалуйста, что? А, да, критика, в чем критика? Критика такая, что… Юлиич, вам слышно? Нет необходимости доказывать себе, показывать, что мы казацкого роду, поскольку мы… поскольку показывать всегда кому-то. А я в данном случае… то есть… демонстрирует не себе. Сейчас. То есть идея такая, что если я казацкий урод, то я и так это знаю. То есть у меня есть уже это представлено. Все? Ну тут какой-то вопрос? Не, еще сейчас. Ну, соответственно, так как здесь нужно показать это, значит, адресуется тому, кто это не знает и не знает тот, кто не является в азиатском роде. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает критику Александры. Андрей Иванович. Да, Андрей Иванович, задайте вопрос, пожалуйста. На каком основании из жизни исключается такое, как показать самим себе? Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает Андрея Ивановича. Ирена, вы понимаете Андрея Ивановича? Спросите любого. Что говорит Андрей Иванович? Как он возражает на критику? А, что он хочет узнать? Что он хочет узнать? Андрей Иванович спрашивает, как вам основание из наших участников? Я хочу вам показать сразу себе. Ирина, вам понятно? Ирина, вы выберите другого. Я прошу, кого она выберет, сказать так, чтобы она поняла. Кого? Ирина, кого выбрали? Андрей Иванович, корректно? Ирина, вам понятно? Итак, чем интересуется Андрей Ивановичу Александру? Андрей Иванович, корректно? Андрей Иванович, корректно? А, Ирина, спросите еще у кого-нибудь? Андрей Иванович, господин. Андрей Иванович, господин. вам понятно задайте этот вопрос александр как вы его поняли я зовут александра почему не по нельзя показывать самому себе в данном случае нельзя показать самому себе поскольку мы уже знаем кем мы являемся соответственно это уже интериализировано нет необходимости показывать это повне если я знаю что я преподаватель мне не нужно себе показывать поднимите пожалуйста руку кто не понимает александру екатерина вы понимаете что говорит александра корректно андрей иванович вы понимаете вы получили ответ ну вот бабу вот такая такая гипотеза поднимите пожалуйста руку кто не не понимает в критику александры сергей понимаете критику александр спросите у любого нет нет это был вопрос андрея ивановича на прояснение критики а саму критику александр и вы помните спросите поднимите руку кто помнит критику александр 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 предпочитавал следующий тезис что в данном случае украинец Афтер говорит об Ухране, когда говорит о том, что покажем в Медведь. Она считает, что ухранец, она... Казакского рода. Да, она причинно считает, что ухранец знает, что они не казакского рода. И считает, что в таком случае исходя знает, абсурдно. Александр, корректно это изложено? Ну, кроме там были вплывы. Вплыв это вхаж по-русски. Подавите, пожалуйста, руку, кто понимает Александру. Так, а кому мы поясняем вопрос? Мне. Да, пожалуйста. Понимаете Александру? Да, понимаете. Что она говорит? Она подтуждает, что если у человека что-то есть, то нет смысла это показывать, а показывает он то, что у него нет. А если же он чем-то обладает, то у него нет интенции самому себе что-то доказать. Александра, корректно? Александра говорит, нифига вообще. Особенно вторая часть. Первая еще ладно, а вторая ее вообще покоробила. Поднимите, пожалуйста, руку, кто продолжает все-таки понимать критику Александра. Да, пожалуйста. В чем критика Александра? Ну, критика Александра в том, что нету... Так как казацкий род это хреное и, по мнению Саши, очевидное свойство. Если это свойство очевидное для представителей этого народа, то таким образом указывать это свойство самому себе, очевидное, нет смысла. То есть, его нужно показать, по-моему, это внешне... Александра? Да, поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает критику Александра. Давайте на всякий случай, Сергей, понимаете? Итак, давайте сначала тезис, потом критику, и потом критику, и все. А, мы только два шага, нифига же. Значит, тезис и потом критику. А? Да, ну сначала, что она оспаривает? Александра говорит, что... Нет, нет, сначала, что она оспаривает? Первоначально, какую позицию она оспаривает? Что они не знают, что... Ну, казалось, что... Украина... Александра... Александра не согласна. Поднимите, пожалуйста, руку, кто понимает Александру. Сергей, спросите. А кто понимает Александру? Ее критику. Плывет критика, никак не можем. Не надо, говорю, Анна. Вот, если я там... А, Настя, пожалуйста. Что говорит Александра? Александра. Ее позицию. Она отрицает, что это тех, кто зовет себе, поскольку, когда человек кто-либо о себе знает, у него нет интенции показывать самому себе то, что он не понимает. Александра легализирует это. Андрей Иванович, что случилось? Ну, ну, вы в целом понимаете эту идею? Я идею понимаю, но еще происходит. Сейчас, сейчас, что-то, что-то. Андрей Иванович, сейчас. Вообще, что происходит? Да, я не понимаю, что сейчас происходит. Поднимите, пожалуйста, руку, кто может объяснить Андрею Ивановичу, что сейчас происходит. Андрей Иванович, выберите. Да, да, да. Юрий Юрьевич, проговорите этот тезис, пожалуйста. refuse. Александр. Ну, контр, тезис, я это понимаю. Александра корректна? Да. Андрей Ивановича. Ни, аргумент уже нет. Андрей Ивановича, вы понимаете тезис? Контр, тезис. Александра. Да. А аргумент вам понятен? Я точно не знаю. сергей я прошу озвучить тезис и аргумент контр тезис и аргумент нему александр это тезис это корректно некорректно поднимите руку кто может воспроизвести тезис тезис александра пусть разобьем на части и поймем спросите сергей илья они показывают что они казашьи роды в ней сидят корректно вам понятно ну контр тезис сергей понятно пожалуйста теперь воспроизведите и тезис и аргумент почему она так что она считает и почему плохо слышно еще громче а почему он так считает можно чуть погромче ну да ну да ну да ну да ну да хорошо а кого выбрали как критика Илью да я выбрала да или не выбрали еще нет поднимите руку а мы же тезис критиковали выбрали кого-то в самом начале да кого Илью по-моему выбрали а тем кто говорил себе да но из них кого-то мы выбрали одного ничем ну чтобы он был вашим оппонентом пропонентом я не помню кто это говорил в самом начале ты выбрала меня а потом ответ хорошо вы понимаете ее критику да вы согласны а все я понимаю аргумент у меня следующий а а если говорить там о чайном народе и о казахском роде они разделяются чтобы быть казаком это как бы статусная с вами чтобы стать или быть казаком нужно сделать нужно этого как казахиста служить то есть украинцы не хождаешься а казаком ты становишься за подвиги соответственно им украинцам самим себе необходимо показывать что они проживают свою роду тем самым доказывая что они воинственные победитель подавите пожалуйста руку кто не понимает эту идею Сергей спросите у любого ну кроме автора всех да любого выберите вы понимаете эту идею да понятия да понятия просто надо совершить что-то чтобы себя ощутить то есть из этой в этой пи и а как это соотносится с этим текстом то есть у нас есть ну насчет гинут наши ворожинки это победа на 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 по на пожалуйста вы понимаете эту идею ну потому что плывет понимание поднимите пожалуйста руку кто считает как и александра что это не себе это не это не себе выберите себе подержал стопа я считаю здесь мой аргумент они называют братья махаров и они к ним обращают казахского рода или украинцы казахского рода есть еще какие-то говорит народу не себе этот адресат мне не себе поднимите пожалуйста руку кто не понимает идею андрей иванович каких двух субъектов выделил андрей иванович и кто кому обращается украинцев и казацкий род обращается к украинцам поднимите руку кто не понимает этой идеи кому обращается андрей иванович выдвинул контр тезис не освоен а анти тезис то есть вы не себя указали поднимите пожалуйста руку кто так не считает кто считает что все же к себе обращаются казацкие андрей иванович выберите пожалуйста ты кто еще не оппонентом не пропадали алексей он пока сказал так нет 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 у нас тренировка посыла этот текст можно воспринять в том плане что все украинцы являются казацкого рода но по праву рождения не по своим действиям здесь не указано конкретно что мы казаки обращаемся к братьям украинцам братьям украинцам может обращаться тот же самый украинец я считаю или а вам слышно было идея даже понятно в чем это по в чем это идейте значит они обращаются к себе это корректно да я это имел ввиду это за требование аргумент если где-то в тексте или вашем опыте какой-нибудь аргумент что казаки и край братья украинцы это одно и то же я правильно понимаю вопрос тексте этого нет но это есть я считаю что это есть в национальном сознании украинцы по фольклору по народным песням можете спеть одну хотя но мы в принципе у нас есть украинцы мы можем в сознании их если вы эти сознание украинцев спросить я не про себя же один ладно сейчас 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 помню нет но я не помню точно есть песня называть начинается там ехали казаки то есть еще но я не помню сейчас так хорошо у меня нет аргументов снимается сколько осталось и речь пять минут ну а можно будет рефлексию там в тишине провести бы не пол и тишине там будет работать мотор вот но я думаю чуть 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 будет потише так значит поднимите пожалуйста руку кто нас сторонник себе и продолжает на этом настаивать андрей иванович выберите значит опровергнуть что все таки себе до тезис андрей иванович ну или защитить свой тезис до что все таки себе а Субтитры делал DimaTorzok 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 Настя, корректно? Субтитры делал DimaTorzok Украинцам покажем То есть казаки покажут украинцам, что и они тоже казахского рода Подновите руку, кто считает, что в этом обращении идет Суби к себе Один, два, три, четыре, пять, пять Подновите руку, кто считает, что нет, не Суби Один, два, три, четыре, пять, шесть И с разгромным счетом пять-шесть выиграли, что не Суби Все, спасибо Спасибо за субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры делал DimaTorzok